Нова заява Гиркина. Террорист зробив заяву про так званый мятеж Пригожина. И знаете что, колышний ватажок боевых враженный дем излучинца Пригожина. Буду цитоваться. Итак, стратегическая задумка команды Пригожина предельно ясна, логична, очень рискованна, но поражает смелостью и имеет шансы на успех в атмосфере неповоротливости и демотивации всех силовых структур Российской Федерации. Закрепившись в Ростове, отвлекая на себя внимание, резко бросит в рейд на Москву ударные самые боеспособные подразделения. Несколько тысяч штыков. Задачи которых, обходя все крупные центры, Воронеж прошли мимо, Липецк проходя так же и стараясь не ввязываться в что-то большее. Дальше. Расчет делается на панику и бегство всех высших чиновников и взятие власти, валяющейся на земле. Далее Пригожину остается только принимать очередь, рвучься срочно, ему присыгнуть внезапно прозревших чиновников всех рангов и торжественно воевать, въехать в Крым. А там видно будет, что будет дальше с Россией уголовника и Гарсона уверен волнует в наименьшей степени. Зато он непременно станет лучшим в аду и войдет в историю как первый уголовник, занявший пост правителя нашей несчастной страны. Дальше. У этой стратегии, пишет Гиркин, есть всего две уязвимости. Возможность столкновения с боеспособными и не желающими сдаваться или поддерживать нейтралитет относительно крупными частями до подхода к Москве. И неизбежны в этом случае проблемы со снабжением ударной группировки, которые дальше пара-тройка дней вести в бои в отрыве от снабжения не смогут. И тогда неизбежно поражение. Вот мы видим такие откровения, скажем так, от Гиркина-Стрелкова. Ну и, в основном, интересно, как он меняет свою думку с часу. Ну и, в основном, он говорит о том, что метою есть так, что такие силы, чтобы взлякать. Но мы уже бачим, откликаются силы на Россию, мы бачим, как взлетают літаки, это все видно на флай-радар, как літаки вирушаются из Москвы десь подальше, кто может за кордоном позволить, кто, власне, в какие-то другие регионы Росии. Поэтому, в основном, что происходит, мы бачим, что Прогожин, мабуть, прийдет до Кремля, а там уже никого не будет, кто знает. Редактор субтитров А.Семкин